в общем мы пришли в макдональд можно заказывать у человека можно заказывать у автомата попробуем заказать у автомата так нас интересует бургер для начала выбираем так гамбургер сашка хотел берем один добавить так опять идем в бургеры как катаринка хотела сантошкой чизбург просто чизбург они нам предлагают сразу с чизбургером взять что-нибудь но мы не берем только чизбургер значит берем чизбургер берем два чизбургера и добавляем так теперь мы берем взрослые булки так ну давай выбирай а я не знаю какую я хочу я хочу подсозрить water pounder какой-то есть double cheeseburger triple cheeseburger мы не хотим макдабл ну давай с чизбургером ну давай с сыром тройной двойной просто макдабл какой-то короче дабл двойной нет ну просто одиночки решили так и он такой такой каждому нет добавить так теперь мы берем напитки здесь напитки дринг из фонтана выбери вкус вот вкусы они все видишь да ну хорошо кола а вот сейчас размер появится маленькая доллар стоит большая доллар стоит и самая большая стоит доллар нам три самых каждом нет 300 до 3 а ты не нашла а у сделай а где бы нету почему нету бэка ладно идем опять в напитки вот в эти напитки идем идем в гринки из фонтана идем сюда берем колу берем большую берем 2 берем добавить заказали и мама у нас любит коктейль коктейль мы идем брать где по моему в дринках было в дринках шейки но это нормально это же дринки дринки надо дринкать а шейки шейкать так тебе шейк или тебе фрейбст я тоже нет она на шейк давай смотреть шейк шейк ванила шейк шока шейк ванила шейк мама по ваниле работает так да ладно маленький берем но я два раза по по шейке еще антоша наггетси хотя вот хэппи мил нет это хоть много нам не надо бэк где наггетси чикен анфиш чикен анфиш мак наггетси мак наггетси наггетси англи а типа да соус и какой антоша хочет соус мне кажется а мы наверно не такой ван кетчуп есть мы соус не берем делаем консул получился консал наггетси вот мак наггетси наггетс 10 мак наггетс 6 мы берем мак наггетс 10 ну хорошо давай возьмем какой нибудь давай возьмем сладкий еще раз какой теперь можно вот так все наггетси взяли напитки взяли булки взяли и коктейль взяли и наверное все у нас получилось значит вот что у нас получилось общая сумма 25 антоши картошку так с 218 мы не взяли картошку а тогда пошли в картошку давай выбирай выбирай я думаю здесь есть картошку про машин нет это нет вон картошки были где ну подожди надо бэк какой то сделать а так вот картошки вот картошки берем тогда большую картошку да большую картошку ну давай ты продолжай я додел и добавить и значит у нас получилось тогда 2808 я так понимаю налог уже включен забираем так это значит нам прогнали весь список я так понимаю чтобы мы могли поредактировать quarter founder 10 наггетсов соус кетчуп пакетик и вот и вот это все да короче забираем платить здесь вот вам платить здесь держи что они вам предлагают сделать выбрать номер 39 куда вот все и можно там вот платить ага можно пропинать да предложили подождать предложили забрать все так номеров наш били вон номеров на стол ввелись наш чек мы забираем номерок и я так понимаю нам все это дело принесут все пошли тогда ждать вот так выглядит игровая зона в макдональдсе получается высота всего этого мероприятия так вот вот дверь туалета и вот от двери туалета мы поднимаемся до потолка получается можно поставить три двери да это три этажа фактически они там на третьем этаже весятся сейчас я пойду покажу а потом ты расскажу вот вот там сделано для самых маленьких есть место где они могут типа как по лесенке подняться там как-то терпится вот есть такие лесенки внутри и вот прыгалки-дрыгалки очень высоко ну и они там выбесятся сейчас за это ну сколько мы тут час пробудем а еще можно посидеть вот на таких вот мониторчиках и поиграть с потоковыми пальчиками такие планшеты установлены есть очень классный столик который реагирует ну я думаю наверное в Беларуси тоже такие уже есть ну просто вот Марина рассказывает про игровую зону я говорю что в Беларуси уже должны быть такие а она говорит что ее сестра которая сейчас живет в Беларуси говорит что таких игровых зон нет да? что она говорила? когда они там? зря они были? это там взголота у нас были у них достаточно может год назад ты не знал на бельце а год назад мы уже построили ага но когда мы сюда приехали в Америку пять лет почти назад уже игровые зоны были во всех макдональдах нет но не во всех но во всех? есть нет нет есть макдональд без игровых зон но очень но очень много сделано специально с игровыми зонами да не скажи объясню что тут в принципе отделяется отдельная комната от всего макдона да да это отдельная игровая комната да да давай ты это расскажешь что я за тобой повторяю как то ну рассказывай ну рассказывай дубль два не переснимаем да здесь есть свой туалет здесь есть место куда поставить обувь это очень удобно когда не нужно возить ребенку куда-то дальше потому что когда мы сюда приехали именно в этот макдональдс здесь была уже детская вот такая территория но не было именно здесь внутри детской территории туалета и приходилось либо всю компанию за собой тащить либо блин у всех обувать разбывать в общем было сложно то что обуваться и разбываться это да а здесь они прыгают в носках вот и мы ходили в такое заведение скажем что он называется где дети могут очень много прыгать на батутах ты можешь рассказать и оттуда мы принесли очень классные носки да их там выдают потому что туда когда приходишь соответственно билетик покупаешь он тебя комплектуют носками вот и они с этими носками здесь очень хорошо прыгают мне кажется по скайзоне нужно вообще записать отдельное видео потому что ну как-то о нем рассказать сложно мне кажется чтобы объяснить что это это большой большущий игровой комплекс где всяческие бакеты где всякие прыгалки в какие-то мягкие квадратики в поролон в поролон там ну очень интересно и дети выбешиваются там ну туда нужно покупать билет конечно на два на три часа это очень много на час потому что через час они уже как тряпочка да вот и причем там прыгать могут все не только здесь все равно изроже да ну что у нас еще про Макдональд THERE ну в общем Макдональд� этот отремонтировали к нашему приезду они не успели конечно мы Вы уже все знаете, вот это наша дочь Катаринка. Мама против этого шоу, но шоу должно продолжаться, как говорил Фредди Меркурий. И сейчас я вам задам один вопрос. Как вы думаете, на кого, вернее нет, что общего у трех людей? Значит, у каких людей? Понятно, что первый человек это дочь наша Катариночка. Второй человек, это известный человек в Беларуси, откуда мы приехали. Я вам больше скажу, он президент. Это президент Лукашенко. И третий человек, это тоже очень известная личность в Америке. Это кто на стране. Совершенно верно, Сашка. Это президент Америки. И вот, глядя на эту нашу милую девочку, как вы думаете, что объединяет двух президентов и нашего ребенка? Порезите прическу. Надеюсь, вы все догадались. У них у всех одна и та же, ну как это сказать, одинаковая. У них один стилист по прическам. Вот. Как-то поэтому ждем совершеннолетия и ребенок идет баллотироваться. Ну а почему бы и нет? Нет, нет, она не может стать президентом Америки. Мне надо быть здесь. Америки, но она может стать губернатором Калифорнии. И почему бы... Все данные есть. Прическа уже есть. Осталось только по годкам подрасти и вперед. Все остались довольны. В общем, что мы вам хотим рассказать про Макдональд? Макдональд это... Это весело и вкусно, как в той песенке поется. Весело и вкусно. Макдональд! Вот. Ну, та бука, которую мы заказали с Мариной, вот она называется Quater Founder. В общем, она оказалась маленькая. Мы ожидали, что она будет больше. Вот. Вот это я сказал его шейки. Да, и еще Макдональд облажался. Короче, Маришка впечатлилась. Скажи, печальный котик, о чем ты запечатлилась? Я так же добавила. Короче, у них не работает миксер. И Маринка осталась без ее коктейля. А я его очень сильно люблю. Да. Да, мам. Но я его не... Ну, ничего. Я его не очень часто пью. Мы подождем, пока на улице станет тепло, солнечно. Видите, у нас дожди. А после того, как Сережа, когда мы ездили в Росвегас, прочитал мне, сколько там калорий, я так ощущаю, что я даже смотреть на него, Серега, буду реже. А сколько там калорий? Сколько ты прочитал тогда? 2000, что ли? Ой, в нем очень много калорий. Так мы смотрели, надо посмотреть. Вот видео пересмотреть, и мы узнаем. В общем, как вы видели, чек наш обошелся там... Во сколько он обошелся? В 23 доллара, в 23.50, да, Маришка, на, посмотри. Общая сумма... 23.50, да. 23.50. Общая сумма 23.50. За шейк нам денежку вернули. Вот. Еще что мы можем рассказать про Кока-Колу. А, ну, а что бы меня рассказали? Ну, что Кока-Кола безлимитная. Да, да. Все напитки безлимитные. То есть, а что тоже? Кстати, стоят они тоже в одну цену, вот не видите... Серьезно, что это уже и в Беларуси. Не, так я знаю. Я просто хочу... Ну, ты можешь пить напитков столько, сколько хочешь. То есть, вот стоит большой стаканчик, маленький. Он стоит 1 доллар, что тот, что этот. Вы покупаете любой стаканчик. И безлимитное количество раз можете подходить, пока находитесь в Макдональдзе. Когда мы из Беларуси... Когда кто-то не подумал, что вы ненормальный и остановите вас, пока вы не уехали. Пока мы не уехали из Беларуси. Вернее, когда мы уезжали из Беларуси, там такого счастья не было. Нет, мы это только один. Да. И когда мы приехали сюда, то, в общем, для нас было дико как-то подходить за вторым напитком. Мы жутко стеснялись. А еще здесь нет картошки фри. Мы очень боялись. Да, а еще здесь... Здесь есть картошки? Сережа, катанец здесь нет картошки. Это не главное имя, а это картошка фрика. Да. Да, я буду рассказывать, а ты будешь показывать. В общем, мы ходили в Макдональд в Беларуси пару раз. Не, ну, конечно, мы туда иногда ходили, мы не были там завсегдотайми. Тем более, что вы же знаете, мы жили в деревне. Это был выход в люди? Да, это был выход в люди. Деревенской семьи. Ну, в общем, почему это был выход в люди? Потому что в Минске я ездил на работу. Дети с Маринкой были дома. И поэтому, если мы ехали в Минск вместе, то мы могли попасть в Макдональд. Ну, это все предыстория. В Макдональде, когда ты заказываешь картошку в Беларуси, ты говоришь, и пожалуйста, картошку фри. И все понимают. И все понимают. Когда мы приехали в Америку, мы пришли в Макдональд. И делая свой заказ, я им говорю с очень уверенным видом, со своим английским, potato free. Potato free? Подожди, Саша, пускай папа расскажет. А нет, нет, я просто говорю, типа free, там типа мне надо 3 или 4, я говорю free. Они на меня смотрят, я говорю free, они не понимают, я говорю, potato free. Они говорят, у вас нету. Они объясняют, что нету ничего free. Короче, мы просили, наверное, так картошку, ну, наверное, раза 3 или 4. Причем мы заказывали ее, как говорится, в лицо на кассе. Мы пытались ее заказать через, ну, через эту радионяню, которая на улице стоит. И когда мы доходили до картошки, короче, наш заказ останавливался, потому что нас тупо никто не понимал. А потом оказалось, что не бывает картошки free, бывает french fries. Друзья, а кто не похожа в картошка free и фарч? В другие имени. Катарин, картошка free, получается, дайте мне бесплатную картошку. Понимаешь? То есть, получается, мы приехали в Америку и просили всех бесплатную картошку. Но нам ее никто не давал, с точки зрения. Вот такая веселая история, связанная с картошкой free. Связанная с недопонимать. А Катарина теперь называется кокошникой free? Да. А есть картошка показать? Нет. О, мы все равно, мы как-то все. Сейчас есть? Ну, тогда перейдем. Там осталась одна. Одна? Она очень маленькая. Сейчас Катаринка нам покажет и мы расскажем. Давай, покажи, как ты делала. Когда Катаринка была маленькая, у нас была своя фритюрница. И мы в... Она у нас сейчас есть? Нет, но она была в Беларуси, когда она была маленькая. А, вообще? Про топочек? Да, у нас была модная фритюрница. Филипс там, по-моему, какая-то. Конечно. Вот. И мы делали свою картошку free. Оказывается, мы делали фрайсы, оказывается, это было free, не наоборот. И, в общем, однажды... Держи, Катарина, показывай. Катарина взяла картошку и сделала вот так. И с тех пор у нас это стала картошка-какусики. И это теперь называется картошка-какусики. У нас все ее так называют, и мы, наверное, в магазине слышали. За что ты хлыбаешься? Кисань. А где здесь туалет? Я хочу в туалет. А, а у чего? Да. Кстати, вот это... Почему детей показывают, Антон, стань. Вот эти майки, про которые мы говорили, когда прошкольный волк был. Нет, нет. Антон, постой. Сашка, покажи. На Катаринке нет майки, потому что она слоу замашивает. Два часа пролетели незаметно, особенно для детей. Их не вытащить с игровой площадки, потому что там еще какие-то деньги. И они вот, мы остались наши с себя, и еще один мужчина с детками. Короче, они там немножко передружились, и теперь не хотят уходить. Но самое обидное, что незаметно пролетели булки. Вернее, они пролетели незаметно, но по тем калориям, которые на них написаны. Сейчас пойдешь в спортзал и отработаешь. Да, надо идти в спортзал отрабатывать, потому что... Незаметные они для глаз, но заметные и для живота. Ну, в общем, все. Это такой был маленький Макдональд-влог. Мы его сняли, собственно, чтобы показать, какая у нас есть игровая площадка в Макдональдс. Но это не самая большая. Да, это самая одна из маленьких, в которых мы бываем. Когда мы будем в другом, может быть, заснимем в другом. Да, обязательно тут надо снять. Но это будет не скоро, потому что мы бываем в Макдональдс. Тут я далеко ехать. Нет, ну... Зай, ну и ехать туда. Ехать далеко, ну как далеко, по нашим меркам относительно далеко. До этого Макдональда нам ехать 3 минуты, а до того 13-15, ну 23. Вот, давай будем более точно. Фишка в другом, что мы не так часто просто ездим в Макдональдс, где-то раз в 2 месяца, может, а то и в полгода. Здрасте. Это в сентябре, а последнее, это в июне, когда мы были, раз в полгода. Да, раз в полгода. Не вводить в ублуждение, мы редко ходим в Макдональдс. Ну, как-то это такое заведение. Вот, и поэтому что? Что по этому мы хотели сказать? А, что мы хотели, почему мы сняли, что это просто показать игровую площадку и сравнить цены, какие в Макдональдс у нас и у вас. Потому что, в принципе, интересно, ну, просто интересно. Кому-то интересно, нам самим интересно, потому что мы буквально накануне отъезда в Америку тоже с бабушкой ходили в Макдональдс, и дети кушали, и были там маленькие. Все, на этом наша Макдональдская передача заканчивается. Всем, кто был с нами, хорошего настроения, наверное, у вас разыгрался аппетит, делайте булки, заказывайте. Кстати, есть ли у вас доставка? У нас есть доставка, называется Uber Eats. Так, наверное, в Беларуси есть, там же Uber Eats. И есть куча всяких других доставок, которые работают с Макдональдом. Кстати, напишите, работает в Минске Uber Eats? Работает ли просто Uber? Расскажите, что почем, какой хоккей с мячом. А еще для водителей Uber, когда ты работаешь, можно прийти и в Макдональд, где выпить чашечку напитка, сока, это бесплатно. То есть Uber спонсирует такой, скажем, легкий перекус. Отдых для водителя, он может прийти, сходить в туалет. Почему это важно и отмечается? Потому что в Лос-Анджелесе, в даунтауне, в центре большинство туалетов в Макдональдах и в других кофейнях там и прочих вещах закрыто на замок. И открываются они только... Это дети пытаются переговорить между собой перед уходом. Вот. И открывают только для посетителей, потому что, ну... Спасибо за это. Много бездомных ходят и там устраивают, скажем, ну не беспредел, но они могут там баню устроить себе, помыться, побриться туда-сюда. Вот. Поэтому для водителей Uber существует такая приятная мелочь. Когда ты работаешь, ты можешь приехать в Макдональд, воспользоваться интернетом, просто посидеть, попить кофе. И все это за счет, так сказать, Uber проставляет. Но опять же, Сереж, получается, ты едешь, куп попался на гроза мудренности, не надо искать где-то, получается, специально туалет. Да, 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 да. Все, на этом мы наш влог заканчиваем. Спасибо всем, кто был с нами. Хорошего настроения. До встречи. Бай-бай. Не забывайте подписаться, поставить колокольчик. Мы будем стараться почаще записывать видео, рассказывать что-то интересное. Если кому-то конкретно что-то интересует, задавайте вопросы. И так можно прощаться. Еще полчаса, поэтому мы не будем затягивать. Лучше увидимся в новом влоге. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok